здравствуйте всем здравствуйте друзья приветствую прежде всего всех кто будет смотреть нас в записи меня зовут елена некрасовская инструктор нейрографики эстетический куч нейрографика это моя такая вот прям жизнь небо сказал даже не часть жизни а жизнь и сегодня у нас необычный эфир не только про нейрографику но и про устроенность про питание сегодня у нас в эфире евгений кислово внутри словах я вижу же запроса дженни сейчас я ее добавлю и мы с вами поговорим про тело про то как питаться правильно для того чтобы быть красивой стройный что рисовать опять же для того чтобы быть красивой стройный вот и обо всем и спонтанный неожиданный это тоже про нейрографику это тоже по нейрографику слышно да да прекрасно сейчас я чуть громче сделаю а так все отлично всем здравствуйте да рада что мы с леной сегодня сделали такую прекрасную коллаборацию меня зовут слова я занимаюсь сейчас тем что помогаю девушкам приобрести фигуру мечты через балансированное питание через через применение полезных привычек внедрение этих полезных привычек жизнь а так всю жизнь я практической медицине работала и вот с недавнего времени уже почти год я занимаюсь такой частной практикой у меня высшее фармацевтическое образование поэтому я в некоторых моментах даже что касательно бадов лекарств очень углубленно знаю эту ситуацию конечно питание еда это мое прям такое самое любимое детище этим я делюсь со своими подписчиками со всеми кто хочет приобрести желанное тело желанное наверное такое питание свою красиво стать и соответственно делать красивыми всех окружающих и свою жизнь здорово здорово что есть надо же не что надо съесть чтобы выстроены красиво да что вы прям вот хоп и фигура мечты ну на самом деле овощи я вот сейчас тут немножко это начну да изучала этот вопрос метод был детокс и вот все 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 вокруг нутрициологи вокруг меня все говорят овощи огромная тарелка овощей вообще овощи овощи зеленые желательно вот расскажи что ты думаешь а как как у тебя вообще состояние твое физическое после овощей как ты чувствуешь его там были не только овощи на овощи вот оно как бы так как большая часть там обеда это овощи ужин тоже желательно овощи я лучше люблю я лучше люблю особенно когда они скажем так не жидкие да потому что у меня тут была проблема с тем что овощи в виде смузи это конечно было сложно а когда овощи вот не знаю брокколи так брокколи да там сельдерей так сельдерей к бачок так кабачок но мне нормально вкусно да на самом деле просто не всем людям подходят большое количество именно овощей свежей клетчатки в рационе поэтому я спросила как чувствовал как чувствовала как чувствовать жк т у многих начинается раздуваться все от этого большого количества клетчатки не очень хорошо себя чувствит поэтому тут тоже интересное у меня кстати вот В ЖКТ всё было прекрасно в этом плане. Видимо, у тебя всё хорошо, просто есть случаи таких, у меня тоже было много, что девчонки начинают сразу же есть огромные тазики вот этих овощей. То есть всё, я решила заняться своей фигурой, значит, сегодня у меня на завтрак, на обед и на ужин тазик овощей, а потом к вечеру раздувается живот, поэтому тут нужно подходить постепенно, внедряем каждый продукт в свой рацион понемножку для того, чтобы не было вот таких неприятных симптомов. А если они, соответственно, эти симптомы сохраняются, то это прямой путь гастроэнтерологу, проверить свой организм для того, чтобы понять, точно ли у нас в кишечнике какого-нибудь избыточного роста бактерий или там ещё чего-то, каких-то неприятностей, и с этой, как сказать, задачей разобраться. И тогда, когда разберёмся, то всё будет в порядке, то есть тут нужно быть аккуратным. И да, конечно, овощи прекрасно, но тут нужно понимать, что самое главное – это уметь пользоваться всеми питательными веществами, всеми продуктами, которые у нас есть сейчас в магазинах, которые нам доступны, уметь их, надо даже, наверное, неправильно сочетать, а уметь сбалансировать свой рацион. Поэтому используйте жиры, да, мясо есть, белки, вот то, что мясо – мясо, в общем. Использовать рыбу, использовать овощи, использовать обязательно крупы. Ни в коем случае не исключайте из своей жизни ни жиры, ни крупы, ни мяса. В общем, всё это есть, и тогда вы будете худеть. Здорово. Ну вот нет, вот моя такая философия, я очень люблю поесть, если честно. Я прям поесть на тысячу, люблю вообще всё-всё-всё. И вот моя такая философия, что есть можно всё. Вопрос в том, сколько ты ешь и когда. Да. И вот как ты считаешь? Да, я с тобой полностью согласна, что есть нужно обязательно всё, и всё, что продаётся в наших магазинах, оно на самом деле в каких-то дозировках безопасно. Потому что когда вот я вижу тоже ролики, что все начинают пугать, пугалки вот эти включать, там, не пейте пастеризованное, ультрапастеризованное молоко, не ешьте там крабовые палочки, не ходите в Макдональдс, вы все тут сразу же, у вас будет рак, гастрит и ай-яй-яй. Вот мне вот эта позиция очень непонятна, зачем создавать такое пугательство населения. Всему должна быть мера. Если мы вообще люди, вот у меня моя философия жизни такая. Я живу ради удовольствия, вот наша жизнь, она вообще... Мы совпадаем с тобой. Да, а нет, вот эти все страдальцы включили страдалицу, ой, я не буду это есть, начинают себе всё запрещать, потом начинаются срывы, психологические проблемы. Не нужно этого устраивать. Я вот тот нутрициолог, который заставляет есть всё, говорит, иди сходи в КФС, иди сходи в Макдональдс, если тебе так хочется. Ешь этот гамбургер, это будет намного для тебя сейчас полезнее, нежели ты будешь продолжать страдать по этому поводу. Нет, тут должно быть всё просто разумно сочетаться, и просто в нашем рационе должно быть больше полезных продуктов, такие, которые содержат больше такую, мы называем это, нутрицептическую ценность они должны нести. Вот здорово. Нам даже вот Надя пишет, что спасибо вам за эти слова, ради удовольствия. Ну да, конечно, ради чего мы ещё живём, чтобы получать удовольствие. И да, в принципе, тоже большое удовольствие в жизни, чтобы совсем от неё отказываться. Да, это источник дофамина, источник иногда быстрого дофамина, но не нужно на этот дофамин просто переключаться 100%. Нужно уметь испытывать удовольствие от всего. От общения, от каких-то своих увлечений других, от нейрографики, от, не знаю, от всего. Всё, что приносит удовольствие, этим нужно пользоваться, а не один. Просто у тех людей, которые имеют в жизни только одно удовольствие – еда, конечно, им тяжело. Конечно, им тяжело всё нормализовать, стабилизировать в своей жизни. А если у человека есть увлечения… То есть ещё это расширенный круг удовольствия, да, чтобы мы не только там концентрировались на еде, условно. Да. Получали ещё от разного всего разного. Слушай, ну вот мне, например, я могу сказать с точки зрения нейрографики, как работает, да, а ты потом расскажешь всё-таки, что с точки зрения питания это делает, да, потому что нейрографика – это нейрографикой, но надо что-то делать, да. Нейрографика – это что такое? Это мы рисуем, а потом делаем, рисуем, а потом делаем. И так это и работает. То есть ты настраиваешь себя через рисунок, да, через свои нейронные связи. Одну связь проложил, да, что я буду устроенная, прекрасная, да, вот как-то с питанием нормализую вопрос. Другую, третью. И выстраивается такая вот уже хорошая, точная, тут прочная, да, нейронная связь, где ты там понимаешь, что всё, да, как чистить зубы, да, вот ты утром встал, пошёл чистить зубы. Так же у тебя встраивается просто режим. У меня вот дракон на заднем плане есть. Я с этим драконом вот начала в этом году со студентами прорисовала, что я пойду в детокс, я как бы очищу организм, да, перестрою, и потом вот эту вот стройность буду себе, скажем так, нести, да, жить в этом режиме. Да, и всё, и всё, и всё получилось. То есть мне вот эта нейрографика даёт в том числе, ну, такой вот настрой. То есть я понимаю, что я нарисовала, я это увидела, вот оно случилось уже на рисунке, да, потом оно случается в жизни. Вот работает так. То есть это такая помогающая практика для того, чтобы начать действовать. Если вот мне вдруг, да, вдруг... Хочу показать, что я тоже всё это делаю. Здорово, здорово, да. Если вот вдруг не хватает, да, такой внутренней мотивации, вот через нейрографику можно эту внешнюю мотивацию получить и увидеть. Ну, ещё и внутреннюю создать внутри себя, естественно. А потом пойти и начать что-то менять с питанием, со спортом, массажем. Кстати, вот этот наш с тобой эфир, он тоже продолжение всего вот этого, что нарисовано в «Драконе», потому что как только я нарисовала, жизнь нам предлагает разные события, разные возможности. И мы на них откликаемся, ну, или не откликаемся, да, если не видим и не замечаем. И в моей жизни начали появляться вот нутрициологи. Вот ты появилась вдруг, да, и мы с тобой делаем эфир. Потом меня пригласили в другую там чат-компанию, тоже нейрографы и нутрициологи. Рисуют, питаются. Я там тоже в полисе стою, думаю, как интересно. Подруга моя создала чат, в котором у нас такая группа поддержки небольшая собралась. Девочки там стройнеют, да, меняют свои привычки. И мы друг друга поддерживаем. То есть я как будто бы ничего не сделала, да. Я нарисовала рисунок. И жизнь сама вот эти вот предложения даёт. Вот так работает, понимаете. Ну, я, конечно, сама ещё что-то делаю, да, там. Питаюсь как-то правильно, неправильно, да, что-то меняю. И на массажи стала ходить. Ну, то есть вот, вот она нейрографика. Ну, давай вот расскажи про питание. Да, я хочу тоже тебя поддержать, сказать, что одно без другого не бывает тоже. Я на самом деле тоже состою тут в клубе сияющих женщин, там, мои подруги. Да, и тоже у нас есть девчонки, которые профессионально обучают нейрографики. Вот очень интересно. Я тоже с ними как раз рисовала и с тобой рисовала. Вот у всех интересный подход на самом деле. Мне тоже очень помогает это сконцентрироваться, вытащить какие-то свои, наверное, вот зажимы, раскрутить то, что нужно сделать сейчас. По питанию, да, тут нужно просто делать. И самое главное, надо разобраться, что для тебя является полезными продуктами, что для тебя является неприятными, что ты не любишь. И вот как раз, когда вот к нам приходят на наш курс, у меня есть курс «Лёгкое тело», и мы там начинаем, не делаем так, что всё, как я вот сначала говорила, ты с сегодняшнего дня начинаешь есть тазик овощей, выкидывая всё там из своего холодильника. Мы как раз начинаем постепенно, смотрим, какой рацион, какие у человека привычки. И в течение 10 недель человек меняет эти привычки, учится сочетать продукты, учится выстраивать свою полезную корзину. Безвездный курс 10 недель, прям такой. Ну, потому что считается, конечно, что типа полезную привычку можно приобрести за 21 день, но это совершенно не так. Есть исследования, которые говорят о том, что всем людям нужен разный срок, и кто-то может это сделать за месяц, кто-то за две недели, кто-то за год. И поэтому средняя температура по больнице – это примерно около 100 дней, мы сделали чуть поменьше, и уже девочки, которые находятся на нашем курсе, они получают результат уже после. То есть у меня не такое, что мы пришли и за два месяца произвели, там, срочно похудели на 20 килограмм, а в процессе курса девочки теряют, ну, 5-10 килограмм максимум. А уже потом, по накатанной, они через некоторое время пишут, Женя, я, оказывается, уже вот на 50 килограмм похудела. То есть, ну, есть такие кейсы, да. То есть это говорит о том, что человек, постепенно внедряя правильное поведение, правильные привычки, разбирается в том, что ему нужно, полезно, что для его семьи правильно, как больше ходить, как больше гулять. В спортзал кто-то начинает ходить, кто-то дома начинает заниматься, кто-то без этого. Все люди разные, и у всех вот это вот все по-разному складывается. Поэтому рацион, да, мы просто подбираем под себя, подстраиваем. Самое главное – найти тот энергетический баланс, чтобы входящее, как сырье наше, да, входящая энергия, она всегда была меньше, чем исходящая. И никогда не нужно голодать. То есть мы всегда должны ощущать сытость. В этом и скрывается весь секрет. В том именно правильном сочетании продуктов. Вот в этой тарелке у меня на странице есть правила здоровой тарелки, все подробно расписано. Рецептов у меня куча, можно посмотреть в актуальном. Можно вот как раз сегодня, еще после эфира, если девочки Лены посмотрят эту эфирму, что в записи будут смотреть. Пишите, да, можно написать мне в личку, или даже я сейчас, наверное, прикреплю в шапке профиля ссылку на бот, который выдает все полезности. У меня есть и конструктор рациона, как его собрать, и есть шесть шагов в стройности, как выстроить привычки. И это все есть в свободном доступе у меня. И не нужно смотреть различные ролики, рилсы, пугаться, что там творог нельзя есть, там, или что молочка вот это все еще есть. То есть у тебя вообще все, и молочка, и глютен, там, хлеб, мясо, правильно, да, вообще все. Да, да, я могу сейчас пару слов об этом сказать, быстренько зацепиться. Поэтому это все немножко мифы, которые прицеплены, знаете, вот есть крючок, за который зацепится, люди цепляются за это и начинают раздувать из мухи слона. А на самом деле все это получается потом мифами такими. Молочка, с молочкой все просто. Мы изначально у людей, у некоторых, особенно у европеоидной расы, у нас заложен ген, вот этот вот, в процессе эволюции у нас выработался ген, который позволяет вырабатывать лактазу, который расщепляет лактозу, молочный сахар. А есть расы, у которых этот ген не выработался, то есть они не пили много молока, не использовали это молоко когда-то в древности в пищу, и у них этого гена нет. И тогда получается так, что у некоторых людей есть лактазная недостаточность, а у некоторых нет. И этот процент, он в разных регионах нашего земного шара разнится. В принципе, у большинства российских людей этот ген есть, и люди даже после 35 лет могут прекрасно переносить молочные продукты, ничего в этом страшного нет. Просто даже если у тех людей, у которых есть лактазная недостаточность, сейчас есть БАДы, лекарственные препараты, которые помогают это делать. И просто не нужно избыточного количества в рационе этих продуктов, но какой-то можно перейти на кисломолочку, можно использовать творог и смотреть, как твой организм на это реагирует. Если всё окей, то окей. А если у тебя понос, ну у тебя понос может быть и от молочки, может быть и от каких-то других продуктов, но тогда ты просто их замени на похожие по содержанию питательных веществ, и всё с твоим рационом будет в порядке. У нас разнообразие на самом деле огромное продуктов, поэтому на этом зацикливаться не надо. Про глютен тоже такая же ерунда. Глютен, он как бы мешает жить только людям с целиакией, с непереносимостью глютена, которых 1% на нашей планете. Есть ещё, как бы не усвоение, есть ещё реакции на продукты с глютеном. Но сейчас есть исследования, которые говорят о том, что это на самом деле реакция не на глютен совсем, пшеницы в той же самой, а на ферменты, которые сейчас современное производство, начинают добавлять в муку для того, чтобы её у жучки не ели. И вот эти ферменты, они как раз и раздражают у людей, реакцию дают кишечника на хлебобулочные изделия, вот из пшеничной муки именно. Тогда можно просто пшеничную муку заменить на рисовую, либо на какую-то другую, и этой реакции не будет. Вот именно вот в этом есть тоже такие исследования. И сейчас почему стали эти ферменты использовать? Потому что пестициды дорогие. И перешли на обработку определённых видов зерна, ну, пшеницы в частности, вот этими энзимами, ферментами, которые не дают жучкам просто заводиться в этой муке и всё. Это именно с этим связано, ни с каким глютеном. Поэтому... Понятно. Ну, то есть, в принципе, можно отказаться от пшеничной муки, да, но также спокойно использовать. Ну, если вы чувствуете, что вам прям тяжело, вы едите там мамины пирожки, у вас с кирпичом это всё упало, а потом ещё себя плохо чувствуете, естественно, не нужно это есть, просто перейдите на какой-то похожий продукт. Я, например, сама просто люблю больше рисовую муку, хотя она калорийнее, чем пшеничная, да, если говорить про энергетический баланс, вот, возвращаясь к ПП-продуктам. На самом деле, ПП-продукты, они не всегда имеют низкую калорийность, и мы ПП-продуктами, ой, как можно переесть. Частое возражение, я сижу на ПП и не худею, ну, потому что ты ешь 3000 калорий вместо 2. Слушай, ну, получается, как во всём нужно, важно, главная часть, как научиться слышать себя, слышать себя и что конкретно тебе подходит или не подходит, да? Конечно, да. Если вам нравится, например, о, овощей много есть, это же замечательно, там столько витаминов, столько питательных веществ, хорошо для пищеварения, всё, замечательно. Только не забывайте про белок. Белок – наш самый главный строительный материал, кожа, волосы, ногти, красота, наши ферменты, наши железы внутренней секреции, щитовидка наша, мать гормонов. Обязательно не исключайте белок из своего рациона, ну, и даже не минимизируйте его, а ешьте как много больше, и тогда с вашим пищеварением будет всё в порядке, потому что наши пищеварительные ферменты… Да, ну вот у меня, кстати, тоже так же после детокса, после того же… Ну, на детоксе же нельзя, ты же прекрасно знаешь, что так нельзя, да? Там очень низкая калорийность, и так питаться, в принципе, нельзя. И там потом тоже рекомендации давали, что берёте продукты, начинайте есть, и смотрите, а как у вас, да? Если вам хорошо подходит, да, чувствуете себя прекрасно, отлично, да, оставляем. Если плохо чувствуете, там, убираем и так далее. И вот здорово, что нейрографика, кстати, тоже очень отлично помогает чувствовать своё тело, чувствовать себя и чувствовать своё тело, ощущать, а что вообще у меня происходит. Вот девочки приходят, кстати, часто начинают рисовать, не чувствуют тело, а потом, да, в процессе, это наш основной, один из четырёх фокусов внимания, куда мы смотрим. И тоже это помогает ведь не только в рисунке, но и в жизни прекрасно, потому что когда я ощущаю тело, я понимаю, что у меня с рукой, с ногой, с животом, и вообще что происходит, да, у меня телесно. Когда я принимаю тот или иной продукт, там, пью той или иной жидкость, да, здорово. Я могу это корректировать, могу менять и настраивать свои какие-то базовые настройки, вообще осознавать, настраивать пищу под себя. Ну, на самом деле, вот я хочу сказать, что через нейрографику очень хорошо чувствуется тело. И на самом деле, когда ты, вот я рисую, я, например, даже, у меня бывают такие моменты, что я встаю, ухожу, начинаю растяжку делать, начинаю растягиваться. Да, да. Иногда хочется, знаешь, выброс делать вот так, руками, поличами, все, все, все. Да, да. Вот, выбросы. На самом деле, вот прям и ты, и еще многие говорят о том, что нейрографика, она прям помогает, и нельзя ее делать без движения. То есть, если мы не будем тело свое менять, если мы не будем придавать ему движения, то, конечно, ничего не получится. И с едой, кстати, то же самое. Можно похудеть, да, можно не есть, исключить определенные продукты, похудеть, но сделать свой организм совершенно безжизненным. А надо помнить всегда, что вот это выражение движения, это жизнь, это же не просто так творится. Поэтому вот это наше сейчас нахождение в состоянии максимального обездвиживания, да, вот я на консультациях целый день сижу, там, вчера, например, у меня было 4,5 часа, я просто не вставала с места, у меня подряд валились консультации, я уже просто вот и не двигалась, и все. И вот обычно надо очень бороться с этой гиподинамией обязательно. Поэтому если мы рисуем, то если чувствуете, что все, ваше тело просится, там, поясница, руки, ноги, пожалуйста, и хотя бы каждый час пошевелитесь. И тоже на моем, кстати, вот на легком теле обязательно мы просим всех девчонок отчитываться об активности, потому что одно дело подобрать калорийность, разобраться в правильности тарелки и так далее. Другое дело, что если они лежат у нас на кроватке и едят одну зефиринку и разбухают, то, конечно, ничего не получится. Обязательно просим отчитываться об активности, смотрим, сейчас есть шаги, и вот сколько они прошагали, постепенно увеличиваем эту активность. И вот это тоже очень сильно влияет на наши жизненные, наши ресурсы. Энергии же еще повышают, да? Вот у нас же митохондрии там, я когда про них услышала, мне так стало интересно, потому что пока мы, получается, их не заведем, да, в общем-то энергии не пойдет. То есть даже если энергии нет, нужно взять и как-то себя, да, на силе воли, на нейрографике, на чем угодно, вытащить на улицу, не знаю, там, поприседать, планку сделать, ну, что угодно, хоть как-то выброс сделать телом, чтобы запустить свой организм. Да, да. И, кстати, нейрографика в этом очень сильно помогает. Вы начнете рисовать, если, то вот вы сидите целый день в офисе. Я просто хочу вот пример рассказать девчонок. У меня есть девочки, которые реально вот работают в офисе, и у них не встать. Вот кто-то вот там работает, например, в федеральной службе безопасности есть у нас такие. Да, я сама помню, я в банке работала, бывает вообще, забываешь в туалет сходить, а потом уже не можешь, потому что, ну, уже все, все позже упорилось. И мы думаем, господи, как же нам увеличить эту активность. Просто иногда им даже не встать, иногда если идет поток, например, кто-то у меня есть девчонок, которые в аэропортуру будут, они иногда там по два часа сидят и им просто не отойти. Я говорю, обязательно выходим, походим по лестнице, в туалет зашли, поприседали, поповорачивались. Ну, хоть какие-то. Вот я тоже так же делала, потому что, ну, а как? Надо хоть как-то себя вообще подвигать. Хоть в туалет выйдешь, действительно начинаешь там что-нибудь потянулся, растянулся, сел-присел, да? Да, поэтому обязательно не забывайте про это, потому что это прям очень архиважно, и особенно еще очень важно тоже следить за общим своим состоянием организма, потому что когда у нас гиподинамия, у нас на самом деле и нарушается работа внутренних органов, потому что все сжимается, грудь давит на, там, желудок, да, на печень, вот здесь вот все это скукоживается, это все ухудшает пищеварение, поэтому распрямляемся, распрямляем крылья, спину, пожалуйста. Вот это все, да? Слушай, я передела тебя, ты хотела про девочку из офиса с нейрографикой рассказать. А, да, да. А, значит, как мы тоже искали, что же делать? Она говорит, слушай, ну я сижу, мне вообще не встать. Я говорю, ну уходи, давай мы будем, найдем, где тебе, как нам увеличить твою активность. И мы придумали, что она, например, в туалет будет ходить не на своем этаже, а обедать она будет ходить не в кафе, которое у нее в офисе, а мы нашли несколько кафе, которые находятся на расстоянии, там, 2 километра от офиса. Я говорю, иди туда обедать, у тебя час. Ты можешь прекрасно дойти 15 минут до кафе, до ресторана, там пообедать и вернуться. Ты разнообразишь свой рацион, потому что у вас обеды всегда одни и те же. Ходи туда, ходи сюда. И мы на самом деле начали это применять. И да, действительно, я себя стала лучше чувствовать. У меня там не так вот эти все отеки, которые за целый день. Понятное дело, что и в офисе при всех там не поприседать, не полежать, не поотжиматься. Но тут хотя бы так. А если вы работаете дома, то сам Бог велел, ну делайте перерыв там между консультациями. Я вот вчера там подпрыгивала, там, постояла в планке, вот опять же, Лена говорит. Все что угодно делаем. Да, и еду тоже, не забываем есть. Очень частая ошибка людей, они пропускают обеды. Вот то же самое, что, ой, я лучше сейчас всю работу сделаю, а потом вот когда сделаю, я тогда и поем. И как получается, что целый день, полдня у человека активно работает мозговая деятельность, активно думает, очень много тратится глюкозы. У нас мозг работает на глюкозе. И когда вот это все заканчивается, когда мы себе говорим, ой, ладно, я потом пообедаю, то есть это говорит о том, что мы не любим себя, вот, что мы начинаем жертвовать собой ради работы. Никто этого не оценит, поверьте мне. Это точно, это точно. Да, и вот пропуски обедов, они приводят к вечернему жору, пережору. И человек просто приходит домой или там заходит потом в кафе, он не может остановиться. Я просто помню себя прекрасно, как я работала. Когда у меня была куча встреч, я говорю, ой, ну ладно, сейчас я еще вот к этому схожу, с этим поговорю, ой, тут этот позвонил, ой, опять не пообедала, ой, ладно, пойду. И вот уже мы с подружками вечером встречаемся, и я понимаю, что я готова съесть все меню. Я начинаю заказывать и это, и это, и это. И получается, что ты вроде как целый день не ел, ну, сейчас я чуть-чуть ем, как будто бы калорий поменьше. А на самом деле вечером в итоге съедается огромное количество калорий, потому что мозг себя не контролирует. Все, он голодный, у него нет глюкозы, у него нет энергии, он целый день пахал, нету никаких запасов гликогена, все истощилось у нас, все вперед, понимаете? Поэтому нет, обед не пропускаем. Вот обязательно нужно... Применяешь вот эти интервалы между последним приемом пищи и приемом следующим на следующий день? Ну, вот мне, например, советовали 12 часов. Ну, смотрите, на самом деле есть исследования, которые говорят о том, что максимальный интервал пищи для того, чтобы... Ну, тоже средняя температура по больнице, это где-то 13-14 часов, вот. Но мы едим по своему образу жизни. Вот тоже это нужно понять, что у каждого из нас сложен определенный порядок жизни. Он у некоторых неправильный, тогда его нужно исправлять, а у некоторых он достаточно нормальный. Кому-то удобно есть два раза в день. Но тут уже вопрос к тому, как мы будем управлять своими вот этими желаниями и насколько мы сможем не переесть, да, если мы, например, едим только утром, едим вечером, насколько мы сможем контролировать свой аппетит. Или наоборот, у нас уклад жизни, что мы там едим... А как контролировать? Как контролировать прием пищи по калорийности? Да. Если, например, человек привык есть утром и вечером, и он вечером переедает, значит, это должно подвергнуться какой-то коррекции. И мы находим варианты. Либо мы включаем обед в рацион, говорим, начинаем обедать для того, чтобы вечером был меньше аппетита. Либо мы тогда делаем так, чтобы он составил себе вечером такой рацион, который будет объемный по объему. То есть он забьет желудок и поступит информация в голову, что я наелся. Но менее калорийный. То есть мы используем запаренные крупы, мы используем большое количество тушеных, вареных овощей, они очень насыщают горячую пищу, она насыщает чай. Любые горячие напитки перед едой, это все способствует тому, что аппетит будет меньше. И мы не съедим огромное количество. А после еды пьем? Можно пить, конечно, вот с водой тоже. Не бойтесь воды, не думайте, что вы разбавите себе желудочный сок водой. Это большой миф, заблуждение. Есть определенные люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым есть рекомендации употреблять, не употреблять напитки с большим содержанием определенных веществ. Но это уже индивидуально. Единственное, что самое такое, я бы сказала, не очень приятное, это если мы будем пить не воду, а много соков, например, или газировки сладкой, то этот момент, да, это тогда может сделать так, что мы просто будем перебирать, опять же, по этим калориям, потому что жидкие калории, они очень легко залетают. То есть мы не чувствуем, что мы там выпили стакан сока и получили с этим там 400-500 килокалорий. А есть-то мы хотим, потому что мы не насытились, у нас желудок неполный. Женя, а как контролируете калории? Получаются там эти таблички, взвешивания, вот так всё? Да, смотрите, ну на самом деле это тоже всех пугает. Боже, я тоже считаю, что... Да, да, меня, например, точно, я точно ничего не буду взвешивать. Не буду этого делать. Но, смотрите, к этому нужно подойти, и это нужно тоже принять, осознать и начать делать. Сейчас жизнь очень наша упрощена с этим подсчётом калорий. Сейчас очень хорошие приложения сделаны. Fat Secret, калоризатор, там уже занесены все возможные рецепты, как только можно. Тебе только вот внести и всё. Во всех ресторанах сейчас очень многих ресторанах предоставляют калорийные блюд. Но как мы начинаем? Мы на своём курсе, например, мы не начинаем с подсчёта калорий ни в коем случае. Если у человека есть желание, он готов сразу же к этому приступить, ради бога. Если нет, мы начинаем просто с изучения правильного баланса питания. Мы начинаем с правильной тарелки, с вот этой метаболической тарелки, что мы едим. Ни в коем случае я не запрещаю бросать тут же сладкое есть, если человек очень любит там тортики и так далее, он их ел там на протяжении последних 5 лет каждый день. Естественно, это всё сразу не исключить. Но мы ограничиваем. То есть мы балансируем завтрак, балансируем обед, балансируем ужин. И потом уже, когда человек понимает, какие продукты у него должны входить в каждый приём пищи, ему уже легче перейти на подсчёт. Если мы видим, что вот при этом способе, даже уже начиная вот при балансе, при работе с метаболической тарелкой, человек уже начинает терять калорий. То, что он уменьшает определённое количество своих продуктов, которые он больше ел, и начинает включать более такие, как это сказать, ну пусть будет, ладно, полезные, но хотя полезных, вредных я не люблю это дело, более нутрицептически ценных продуктов в свой рисун. Да, и всё. А потом, если мы видим, что получается так, что человек немножко не понимает, не худеет, не уходит вес, тогда мы начинаем смотреть, корректировать. Чуть-чуть надо посчитать. Начинаем считать белок сначала, чтобы добирал белка. Потом уже постепенно жиры углеводами мы корректируем. Вот, и всё. Это на самом деле несложно. И вот эту базовую свою калорийность, это не значит, что мы должны сейчас пойти посчитать по формуле в интернете. На самом деле эти формулы все, они не подходят каждому человеку. Это всё средняя температура по больнице. Да, всё как обычно, индивидуально, да? Да, не подойдёт. То есть если человек хочет самостоятельно взять и пойти посчитать свою калорийность и начать худеть, но не получится. Не получится правильно посчитать. Нужно в течение 10 дней всё записывать. Дневник питания. Это обязательно упражнение. И только после этого вот это вот всё разделить на один день, посмотреть, сколько калорий ты ешь. И только после этого уменьшать чуть-чуть на 10, ну иногда можно на 20 процентов. И тогда вести вот этот вот подсчёт. И им заниматься долго не надо. Достаточно поделать это упражнение 3-4 недели, месяц. И потом уже на подсознательном уровне. Девчонки, вот у нас сейчас первый поток лёгкого тела в середине. И девочки уже просто на лету. Они просто на лету, говорят. У них уже составлен план питания вперёд. То есть они уже у меня заполняют Fat Secret не на следующий, не на сегодня, а у них уже на неделю. Ну да, тоже всё встраивается. Так же, как таблица умножения, да, может, мы все знаем. Также вот у меня сейчас 5 элементов нейроколор проходит. Тоже сначала сложно, сложно вообще понять. А потом уже всё понимаешь. Какой человек перед тобой, да, какой он элемент по году рождения. Какие он любит вкусы, да. Там же тоже всё это. Кто-то любит солёное, кто-то сладкое. Это всё не просто так, да. Потому что у нас такая базовая настройка. То есть это так интересно. Да. Ну я согласна с тобой, что это всё встроится. И потом... Ну главное начать. Главное начать. Да, тут главное просто поймать настрой, понять, что ты хочешь, понять свои желания. И действовать, знаете, тоже. Главное, чтобы не было расфокусировки. То, что предлагаю я в своём курсе «Лёгкое тело». У меня есть партнёр ещё, Сердар, тренер. Он тоже реабилитолог. Тоже у него несколько высших образований. Мы такие адепты, наверное, более доказательной науки. Мы не любим вот это всё, знаете, такое, чтобы никого не обидеть. Ну, я скажу, есть там превентивная вот эта медицина, профилактика и так далее. Которые всё время хотят какую-то причину чего-то найти. Хотя она на поверхности. Вот. Тут нужно просто понимать, что есть определённые правила, есть определённые вещи, которые уже закреплены годами и которые работают. Которые самые эффективные методы. И мы их используем, которые прописаны в рекомендациях диетологических, где неврологи тоже прописывают, психиатры. Тут же такой комплексный подход к этому снижению веса. Есть заболевания ожирения. Ожирение должно лечиться таблетками. Это тоже заболевание. Это не просто так, что человек большой, полный, имеет лишний вес. Есть лишний вес, просто вот набрала, потому что гиподинамия, да, как-то образ жизни поменяла. А есть ведь лишний вес, который всё-таки уже привёл к каким-то патологиям. И тут нужны лекарства. И тут надо понимать, что никакие детоксы, никакие волшебные напитки, что-то там, БАДы, они никак не помогут. Тут только работа с врачом и работа только с лекарствами, которые имеют доказательную базу. Поэтому тут вот... И я тоже считаю так, что не нужно голодать, не нужно там использовать какие-то диеты, потому что ни одна диета не показала никаких преимуществ. Там, например, если брать интервальное голодание, и, например, там, средиземноморскую классическую диету, которая считается самой эффективной, самой здоровой, вот между ними нет никакой разницы вообще абсолютно. То есть это всё как бы вид питания. Если вам удобно питаться там интервально, то пожалуйста. Хотя есть сейчас некоторые публикации, которые говорят о том, что вроде бы как интервальное питание приводит к различным патологиям с лечесосудистой системой. То есть тут тоже нужно с осторожностью. Вот. Ну, вообще, да. Но если так посмотреть, вообще, что медицина рассказывает, да, сначала одно есть нельзя, потом можно, да, другое пить нельзя, потом можно. Это к тому приводит. Да, да. Каждый период времени какие-то свои продукты там или, да, которые, ну, как бы, предают анафеме, да, запрещены. А потом раз, и их реабилитируют. Да. Поэтому не надо слушать вот это всё, потому что сколько было. То ли сахар нам мешает жить, то ли жир нам мешает жить. Спорили, да, все, откуда это всё пошло. То ли завтракать нам, то ли не завтракать. И вот нам всё просто это вот внедряют в голову. Нет, включаем критическое мышление, думаем о том, как мы живём, как нам удобно. Возвращаемся от наслаждения. Значит, нам хочется завтракать? Завтракаем. Но не хочется тебе завтракать? Господи, да не завтракай, поешь попозже. Ничего с тобой не случится. Не будет это никакого там... Свою природу учитываем, да? Да, не будет там где. Вот не пей кофе с утра. Всё, будешь пить кофе с утра, желудок от твоего, ничего не отвалится. Господи, если тебе приятно пить это кофе с утра, я пью всю жизнь кофе с утра. Нет у меня никакого гастрита ради этого. Нет у меня никаких заболеваний. Да, на голодных желудок я пью свежезаваренный кофе, и со мной ничего не происходит. Я хожу, проверяюсь, ни что с моим, ни кортизолом, ни там, ни с какими гормонами. Нет, потому что у меня всё сбалансировано. И я наслаждаюсь жизнью. Это я на своём примере. Вот, поэтому девочки... Это самое главное, считаю. Наслаждаться жизнью, слушать своё тело. Когда вот из желания, да, из хочу. Не хочешь есть, не ешь, да? Да. Хочешь поесть, поешь, да? Нет такого ограничения, когда организм с ума сходит, думает, больше никогда меня не покормят, я лучше сейчас всё съём. Это 10 лет вперёд. Правда. Помнила сейчас шуточный ролик Ольги Картанковой, которая говорит, хочешь выпить утром, выпей. Упала, да, упала, там, валяешься пьяный, проснулась, хочешь, выпей, выпей. Ну, это я против этого, это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды, поэтому прислушивайтесь к себе, работайте с собой. Если не получается самостоятельно, без каких-то, без чего-то, а это не получается, на самом деле, каждому человеку нужна помощь. Нейрографика – это, на самом деле, отличный инструмент для того, чтобы разобраться именно в том, что в своих желаниях, в своих потребностях, понять себя, прислушаться к себе, потому что очень часто мы отдаём себя окружающим, отдаём себя, а себе не берём. Да, внутренний голос начинаешь слышать, потому что, когда рисуешь, и тебе никто не мешает, никто выше не дует, как говорится, да, ты вдруг начинаешь понимать, что ты вообще-то слышишь. Ты сам с собой разговариваешь, а сам себе что-то такое можешь достать, что не на поверхности, что не вот это вот чужое мнение, которое, да, уже у нас сложилось, какие-то стереотипы, навязанные желания, а ты вдруг раз погружаешься внутрь себя, тело начинаешь слышать, чувствовать, ощущать вообще, что с собой происходит, что ты желаешь. Это очень интересно. То есть, когда люди заходят с одной темой, мы же с темой, да, заходим в рисование, заходим с одной темой, да, например, деньги какие-нибудь, да, и начинаем рисовать-рисовать, а, кажется, вообще не деньги там, а какое-нибудь желание у тебя не реализовано, ты свою внутреннюю девочку тысячу лет не валовал, да, духи ей не дарил вообще. Ну, то есть так интересно получается всё. Поэтому, да, рисуем, слушаем себя, наслаждаемся жизнью, да, и делаем. Да, да, вот я сейчас серия эфиров у меня тоже, мы каждый раз приходим к одному, что самое главное, что есть у нас в жизни, это наши желания, и их нужно осуществлять. Ну, естественно, в рамках разумного, и как бы любить себя, и когда человек любит себя, делает всё, исходя из любви к себе, то тогда и окружающие к нему притягиваются, и тело говорит спасибо, и состояние внутреннее, и используем все возможные методы, ресурсы, которые предоставляет сейчас современная наука. Вот нейрографика, кстати, это тоже наука. Конечно, всё доказано. Конечно, всё какая. Дочная школа есть, диссертация, арендура. Вот, я читала тоже научные работы, я давно, кстати, этой нейрографикой увлеклась ещё, я даже не знаю, сколько лет назад, да, я была подписана, не сейчас тоже подписана, по-моему, вот то ли это тот, кто придумал, не помню, как его, не было. Я уехала в Пискарёв, наверняка. Да, Пискарёв, до сих пор он мне шлёт эти, на почту от него приходят эти письма. Вот, я помню, что я на YouTube на его подписана, и вот просто с тех пор увлеклась, смотрю, ну, действительно, это всё нейрографично. Ну, а ты знаешь, хороша чем, что она очень легко встраивается в любую практику, да, там, психолог, нутрицолог, арт-терапевт, неважно, да, то есть нейрографика, она очень хорошо встраивается и помогает, ну, помогает работать вот с клиентами, да, помогает раскрывать какие-то такие моменты, вещи, которые, ну, действительно, они на поверхности, да, помогает вот устраивать какую-то дисциплину, намерение, да, проходить путь от желания к реализации, и сначала ты это делаешь на бумаге, а потом в жизни совершенно так работает легко, действительно, мозг, мозг так работает, и потом раз, и всё, и всё, оказывается, что ты уже стройная, прекрасная, на автомобиле возле моря, вот, и ещё там что-то там желала себе. Да, всё совершенно верно, поэтому вооружаемся всеми возможными инструментами, идём к Лене, забираем всё, что только можно из блога, да, полезного, идём ко мне, можно писать мне пока сейчас в личку слово Елена, и вам придёт ссылка на бота, который вам подарит все возможные полезности, конструктор составит рационы, посмотрите, как сочетать продукты, и на странице на моей тоже много полезной информации, которая поможет вам обрести себя красивую и начать приводить себя в весенний такой, сделать с собой весенний детокс, назовём это, возродиться с зимней спячки и войти в лето с замечательным настроением и осуществить все свои мечты. Да, девочки, кто придёт от Жени, ну и, может быть, у меня кто-то ещё не рисовал, у меня есть практика, прекрасная нейролабиринт называется, лабиринт — это нечто такое, куда мы заходим, да, доходим до середины, обязательно выходим с результатом, вот, и через эту практику можно классно настроиться на какой-нибудь курс, да, на какое-нибудь изменение себя, да, например, я сегодня вот так, а хочу, там, не знаю, минус 5 килограмм, ну, например, да, хочу как-то даже на сезону, или хочу как-то оздоровиться, да, что-то поменять в себе, не знаю, гардероб, может быть, поменять, или ещё что-то там, познакомиться с мужчиной, неважно. Это тоже путь по лабиринту, путь героев, когда мы заходим туда, где страшно, непонятно, и, может быть, вообще куча сомнений у нас, а потом раз, выходим, вот всё это через нейрографику. А лабиринт — это архетип, это древний архетип, который больше 5000 лет уже используется, очень много у нас строят по всему миру, но мы будем с вами строить на бумаге. Поэтому приходите рисовать, настраиваться, ознакомиться, может быть, с нейрографикой, как кто ещё никогда не рисовал, это прекрасный вход, такой красивый. Да, слушайте, кто не рисовал, вот, просто затянет, честно вам хочу сказать, я вообще, вот, я могу вам даже свои рисунки показать, чтобы вы понимали, что это не просто так, вот у меня целый альбом, я рисую вот так, не буду показывать, что-то нарисуйте, секрет, у меня удобный формат для самолёта был, я вот сейчас летала, я брала с собой и в самолёте пишу список, у меня есть ещё даже, там, определённый список, где я всё фиксирую, все свои чувства, вот, поэтому, пожалуйста, рисуйте, это на самом деле очень помогает, и, ну, очень помогает это такое простое, не знаю, надо просто сказать, что концентрация и разбор в себе, и это прямо выводит на новый уровень на самом деле, вот, на новый уровень мышления, на новый уровень действий и меняет сознание, меняет твои действия. Да, и в итоге меняет жизнь, действительно, жизнь очень меняется, потому что ты начинаешь очень нейрографично мыслить, всё становится в жизни нейрографичным, потому что спонтанно. Что такое нейрографичное? Это очень природная линия, когда ты не знаешь, куда она поведёт тебя, да, так же и в моей жизни, не знаю, как на самом деле, как вот этот эфир, например, пройдёт, да, вот Женя предлагала созвониться, сказала, давай нейрографично пойдём, как вот он пойдёт, как он пойдёт, как в жизни, то есть без каких-то черновиков, предварительных подготовок, там ещё чего-то. А вот раз и выстроилась нейролиния. Достаточно красиво, мне кажется, выстроилась. Очень интересно и очень полезно было сегодня. Для меня тоже было много интересного такого, я всегда услышала. Ну и вот даже у нас в эфире уже благодарили, что действительно важно услышать, что нет вот этих вот нельзя-нельзя-нельзя. Есть одно лучшее можно, да, но в этом можно, можно правильно выстроить для себя, именно для себя, чтобы у тебя это можно сработало. Здорово, спасибо. Да-да-да, не упускайте главное, не фокусируйтесь на деталях, а делайте, вот мыслите широко. Вот когда будет мысль широко, то тогда всё будет хорошо. И тут то же самое, и в еде, и в любом деле нужно мыслить глобально. А что будет, если я этого не сделаю? А что произойдёт, если я этого не сделаю? Что будет со мной, если я вот сейчас не начну? А если начну, что будет? Да, если начну, что будет через несколько, там, дней, а через год? А как сложится моя жизнь? Обязательно складывайте все за и против, и увидите, что когда вы мыслите вот широко, и потом уже углубляетесь в детали, когда общий принцип понятен, тогда всё получается. А когда вы начинаете с деталей, вот с каких-то вот таких вот, там вот, ну, это я к еде, там, не знаю, исключу-ка я пироженку, исключу-ка я, ничего не получается. Да, всё временно. Как только пироженка вернётся в вашу жизнь, вернётся и всё остальное. Она не должна исчезать. Как и в планировании, знаешь, говорят, что представьте, чего вы хотите, а не то, как вы к этому придёте, да, через вот это. Не надо как детализировать до каждого шага, а доверьтесь просто вот тому, что будет происходить, да. Кто-то предложит что-то, кто-то тебе что-то расскажет, это ты услышишь, это что-то ты сам додумаешь. И раз, и сложится картинка, и всё получится. Да, совершенно верно. Вот. Лен, ну, мне было очень приятно, на самом деле, вообще эфир получился, на самом деле, насыщенным, много полезной информации достаточно получили все, поэтому не будем затягивать. И тогда... Будем завершаться, да? Да, да, будем завершаться. Приходите за подарками. Я буду рада вас всех видеть у себя в блоге, у себя в Телеграм-канале. Очень хочу лично познакомиться, поэтому я всегда отвечаю на все сообщения, со всеми общаюсь. И обязательно, мои девочки, приходите к Лене, рисуйте, вот. И меняйте себя в лучшую сторону. Не смотрите ни на кого, смотрите только на себя. Изменяйте себя, вот. Если есть лекарство, крепость. Да. Всё тогда. Прекрасно. Всё, дорогие, завершаемся. Благодарю. Если что-то будут, вопросы, мысли, замечания, предложения, желания, всё пишите. Всё будем рисовать, и всё будем перестраивать. А мне нужно, да, Лен, мне нужно как-то принять твоё приглашение. Нет, я сейчас завершу эфир, и всё. потому что мне приходило приглашение принять, стать автором. Оно у меня выпало. А, и ты что сделала? Оно потом исчезло. Ну, я попробую тебя. Его потом уникать. Да. Это хорошо. Надо, это где завершается. Всё будет хорошо. Всем большое спасибо, что вы были с нами. Пожалуйста, приходите. Давайте продолжим общение. Будем очень рады. Всё, дорогие, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok